Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте. А сегодня хотелось бы поговорить о таком уникальном народе шорце. Мне написала одна приятная девушка с русским именем и русской фамилией. Но она сказала, что, вы знаете, несмотря на моё имя и фамилию, я шорка. А я думаю, что это за шорка? И она мне сказала, а есть такой малочисленный народ шорцы. И мне хотелось бы, чтобы вы пару слов рассказали о нас. И рассказала мне кое-что и кое-какую информацию дала. Я с удовольствием была, во-первых, я была очарована тем, что она мне рассказала, тем, что я узнала. Потом я прочитала то, что она мне скинула. Я люблю учиться, я люблю узнавать, мне нравится. И вот я с огромным удовольствием представляю вам этот народ. Раньше на гербе Советского Союза, в котором я родилась, да, а я родилась в Советском Союзе и прожила пол своей жизни, там было указано только 15 союзных республик. И надписи были сделаны на русском, украинском, узбекском, грузинском, литовском, латышском, таджикском, туркменском, белорусском, казахском, азербайджанском, молдавском, киргизском, армянском и эстонских языках. И всё. Оказывается, помимо этих 15 республик существовало ещё масса народностей. Почему-то на языках их не было написано надписи. Для меня это, конечно, непонятно. Почему даже не было надписи на татарском языке, например. Тоже, да, интересно. В общем, поэтому факт существования в России ещё и шорцев для меня явился открытием. Я знала, что там и башкиры, и, естественно, кабартинцы, балкарцы, тагистанцы и так далее. Почему, например, не было надписи на тагистанском языке, почему не было на осетинском, почему не было на, я не знаю, чеченском, почему не было на других языках. Вот только вот выбрали вот эти и вот это. Потому что республик. Может быть, может быть. Но, в общем, шорцы для меня открытие. Радостное, но и печальное. А сейчас перед вашими глазами старуха-шорка. Она заготавливает дрова. Это 1913 год. Экспедиция, русская экспедиция поехала вот в Западную Сибирь. Это Таштагольский, Новокузнецкий, Междуреченский, Мыськовский, Осинниковский район. В общем, Кемеровскую область. И вот там вот нашли вот такое вот поселение людей. Сейчас общая численность шорцев немногим более 12 тысяч человек. И делятся шорцы там на две этнографические группы, которые я уже не буду говорить, потому что сам факт вот интересен, что это за люди. Большинство шорцев, они говорят на русском, но у них есть свой шорский язык. И даже у них было там два диалекта. Они боятся, они очень боятся потерять свою культуру и потерять свой язык. А теперь давайте внимательно посмотрим на вот этого молодого шорца в традиционной национальной одежде. Еще раз говорю, эти и другие черно-белые фотографии представлены, которые я вам представляю, они сделаны в 1913 году во время землеустроительной экспедиции Иванова, отправленном Николаем II. Экспедиция проходила по реке Мрасу от Кузнецка и там до Улуса, усть Кобырза. И ее целью было нанесение местности на карте, ознакомление, изучение местных поселений, народностей и знакомство с этими народностями. Познакомились, познакомились. Посмотрите, что в итоге стало. Но что стало в итоге, мы с вами немножечко позже увидим. А сейчас давайте познакомимся. Вот эти милые люди. Посмотрите на заднем плане. Молодая девушка Шорка и вот Шорец. Посмотрите на молодого шорца. Он в национальной одежде. То есть у них и свой язык, и национальный быт, и культура. Все уже было устроено. Были описаны аккуратные поселения. Вот как раз приехал один из представителей этой экспедиции. И вот мы видим способ передвижения по дорогам горной Шории. Это люлька между двумя лошадьми. Это аккуратный, устроенный быт. У них очень аккуратные дома. Они чистоплотные. Там вот это все описывалось, в общем-то. Самое интересное, что еще в 1926 году численность шорцев была 14 тысяч человек. А вот в 2002-м почему-то их уже было 13 тысяч 975 человек. А в 2010-м уменьшилось до 12 тысяч 888 человек. А уже сейчас их около 12 тысяч. Вот эта девушка, ее это очень беспокоит. Просила не называть имени. Просила очень не называть. Естественно, я не буду называть имени. Я не знаю, почему так боятся многие люди, которые просят там о какой-то помощи, чтобы я озвучила что-то. Они боятся называть себя. Что происходит? Что у вас там? Я не понимаю. У вас что? А почему нельзя сказать, что, допустим, помогите нашему народу или еще что-то? Почему так нельзя? Что такое? Я не понимаю. Ну, в общем, вот шорский народ. Посмотрите, интересно, вот этот вот парень, да? Кого он вам напоминает? А теперь давайте сейчас посмотрим одну из видео «Один момент». Тоже там шорский парень. Что он расскажет нам? Вот сейчас вы видите шорку. Видите? Вот она. Это супруга. Шорцы хоть и были обращены в христианскую веру в начале 20 века, они всегда тайком ходили к шаманам. То есть, что мы узнали? Что шорцы, их как бы обращали в христианскую веру, но они ходили к шаманам. Дальше. Молились синим нюнём. Дальше смотрим. Когда все эти детства, там язык, все синий язык. У них там, говорит, перемешанный тюркский язык и другие языки. И теперь давайте посмотрим внимательно на, ещё раз, на вот этого шорца. На вот этого шорца. Давайте его хорошо осмотрим. Что даже язык индейцев, это индейцы США. Он говорит, что язык индейцев США также смешан с их языком. Он обнаружил. Этот парень философ. Этот парень образовывается сам. Он переписывается с людьми из Соединённых Штатов Америки. И открыл для себя много странных вещей. Что люди, которые индейцы. Вот сейчас вы видите индейцев. Посмотрите на них внимательно. Этнос. Вот так. И шорцы. Вот. Что язык у них похож. Что даже слова некоторые одинаковые на их языке. Вот странно. Удивительно для меня. Удивительный народ. Давайте послушаем его. Вот его зовут Геннадий. Вот тут написано. Геннадий Терчегешев. Так. Гена. Житель горной Шории. Слышите, что он сказал? Язык идентичный. Там слово челан. У нас то же самое. Змея. Пожалуйста. Челан. Змея. Говорит. То же самое. И у индейцев тоже челан. И даже по смыслу одинаковый. Дальше смотрите, какая прическа у него. Вот такая он показывает. Посмотрите, какая у него прическа. И давайте еще раз посмотрим на индейцев. Так. А теперь посмотрим на того парня, который был снят в 1913 году. Он тоже с длинными волосами. Удивительный народ. Ну и опять на нашего Геннадия. Слышали, что он сказал? Случайно. Это, говорит, случайно у вас так? И прическа, как у индейцев. И язык похож. Он говорит, случайно. Случайности не бывает. И этот Геннадий, он говорит, что регион, где он живет, это очень богатый. Это, кстати, в настоящее время сообщало. Регион очень богатый. Кузбасс. Очень богатый регион. Но у них, у жителей, где они живут, они живут в нищете. И света у них нет. Раньше гацалярка работала. Все забрали. Это Светлана, его супруга. Света нет, холодильника нет. Слышали? Десять лет, как в округе, света нет. Богатый народ, а света нет. Не народ богатый, земля богатая. Их земля шерсткая. Там, где их родной край, я имею в виду. Но у них нет света. И вот эта девочка мне говорит, потому что у нее там родные люди живут. И, конечно, ребят, проведите свет. У вас что? Ну что это? Ну как это родной народ? У нас тут в заброшенных селах таких и то свет. У нас вон на даче, я не знаю, где мы живем, на озере где-то. И то свет проведен. А как это Кузбасс, это так круто. Там, вон, у них содрогается все. Добывают миллионерами, миллиардерами становятся. А свет шерстам провести не могут. Вот. Давайте еще раз послушаем про шерсты. Как в округе света нет, они все надеются и пишут письма в Москву. Пишите письма. Пишите письма. Пишут. Вон, письма. От жителей. Даже организацию создали. Пишут и пишут. Без света тяжело пишут. И в таких условиях. Вы же представьте. Получается, самая богатая цена, самая нищая. Слышали? Получается. Что он говорит? Что получается? Что мы оставим в стране? Такой беспредел? Потому что, получается, самая богатая страна, самая нищая. Вот и все. Вот что шерсты говорят. Шерсты говорят, что самая богатая страна, самая нищая. Ну и вернемся к нашему шерсту. Вот жили они, не тужили. Нормально жили. И вдруг в их крае началась добыча. Начался Кузбасс. Теперь жители поселка Чувашка, Чувашка называется, тоже шерсты. Они говорят, что они на угле топят. Ну, газа нет у них, там ничего нет. Очень аккуратные, красивые дома. То есть, такую культуру, таких людей беречь надо. На таких аккуратистов, как у них, я смотрю, домики, я не знаю, на таких дышать надо. А люди так пренебрежительно к своему народу относятся. Когда смотришь на людей, которые спиваются, превращают свои избы в непонятно что. Там около Москвы деревни кошмар, в кошмарном состоянии эти черные избы. То здесь куколки дома, куколки дома. Они без света. Они, представляете, там, я не знаю, 7-8 месяцев в году снег лежит. Они готовы там жить. Но их просто, просто там, экологию такую им устроили, что просто идет какое-то уничтожение. Вот послушайте. Распределяй и сжигай. А вы, ты уголек. От угля. Вот у меня поставили вот эти руки. Я мучаюсь. Углем, уголь копать. Там уже где-то после февраля в марте. Ну, меньше я уже. Где-то в копанках там. И у меня тогда уже постепенно. Видите, даже искривление. Вот это вот у них возле дома все время. Вот такое вот. Вот такое вот. Возле дома их трясет. И никто их не переселит никуда. Не построит им. Как-то быт не обустроит. Посмотрите, вот этим они дышат. Везде написано «стой». Опасная зона. Все это. И они это все терпят. Конечно, у них молодежь вся уже сбежала. У меня взрывы. Что? У меня даже собачка вздрагивает. Вы знаете, вот и чувствуется даже дом, как плавает. Вот так вот они живут. Жизнь, деревня, чувашка, на пороховой бочке. В общем, жизнь, говорит, как на пороховой бочке. Конечно, они просят помощи. Они просят, чтобы их либо оставили в покое, либо провели им свет. Или дали им достойное жилье. Раз уже люди обогащаются вот так миллиардами, миллионами на Кузбассе, то неужели нельзя вот эти 12 тысяч человек, шорцев, коренных, раз вы уже пользуетесь их вот этим богатством, то неужели нельзя их обеспечить жильем? Неужели нельзя их обеспечить элементарным светом, газом и водой? Ну, вот как-то так. Вот эта девочка мне написала, она меня затронула. И вообще, во-первых, она мне интересную историю рассказала про шорцев, которые практически такие же, как индейцы в Соединенных Штатах Америки. Много чего похожего и даже и в культуре, и в языке, но в то же самое время и с тюркскими народами очень много их объединяет. В общем, очень своеобразный, интересный народ шорцы. И я с огромным удовольствием делюсь с вами. Вот, и давайте послушаем, что еще некоторые шорцы говорят. Ну, здесь вот, все у нас, все замешано, сейчас надо доедать, все на угле. Уголь любым способом. То есть добывают уголь любым способом. Там уничтожают их эти дома, экологию, все, все вот на добыче, 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 лишь бы только деньги, деньги, деньги. А о людях не думает, вот что рассказывал вот этот Юрий Апонькин, житель города Мыски. И вот он говорит. Вы слышали, да? Мы как этнос вымираем. Вот что он сказал. Он сказал, что мы как этнос вымираем. И эта девочка, которая мне написала, она также попросила рассказать, что существует вот такой вот народ шорцы. И как этнос они вымирают, они просят вот, чтобы их услышали. Я вам скажу, что мы будем молиться о вас. Вы прекрасный, замечательный народ, который... Это всегда приятно, когда люди пытаются сохранить себя как этнос, как со всеми своими традициями, со всей своей культурой и с языком. Это всегда приятно. Это всегда приятно. Это значит, жизнь будет продолжаться, дорогая моя. Все у вас будет хорошо. И приятно было познакомиться с таким великолепным народом шорцы. Будьте благословены вы и ваши близкие. Пока-пока.